Химическая опасность над жителями Запорожья, особенно над теми, кто проживает недалеко от бывшего автомобиля ремонтного завода 402, который сегодня принадлежит Министерству обороны. Территория завода сдается в аренду, и один из частных предпринимателей развернул там пункт по переработке вторичного сырья химической промышленности. По словам местных жителей, недавно на заводе стали сжигать опасные отходы, и люди тут же почувствовали на своем здоровье побочные реакции. Что происходит на закрытом предприятии? Об этом далее в нашем спецрепортаже. Бывший автомобилеремонтный завод 402 сейчас принадлежит Министерству обороны Украины. Завод находится в стадии санации, и пока его территория сдается в аренду частным предпринимателям и другим структурам. Около трех недель назад жители многоэтажек, расположенных вблизи завода, впервые почувствовали специфический едкий запах дыма, от которого становилось дурно, говорят они. Где находится источник зловонии, поняли, когда увидели, как с территории завода валит черный дым. Внизу территории завода в дальнем конце сильный пожар. Огонь был виден где-то на высоту 10-этажного дома. Огонь вместе с этим самым, с черным дымом. То, что на заводе горели материалы, вредные для здоровья, люди догадались не только по запаху дыма, но и по своему состоянию здоровья. Внучка постоянно с одной ноздри кровь шла, ни с того ни с сего кровотечение. Дети беспокойные. Кашель почти во всех детей. У меня кашель, окна открыть нельзя, иначе до утра будет кахи, кахи, кахи без конца и края. Я понимаю, что у меня букет болезней, но обостряется все именно не в таких симптомах, как аллергия. Слезотечение такое бурное, хотя у меня обычно я таблетки от аллергии пью, а тут такое першение, такое впечатление, что у меня там 10 котят внутри. Я аллергик. Я сижу на гормонах. И постоянно, вот сейчас вот вышла, тоже гормоны пшикнула, и сейчас стою здесь, у меня просто печет в носу. Вся носоглудка печет. Я ощущаю вот это очень. Люди не стали долго терпеть над собой пытки и решили попасть на территорию завода. Вместе с ними депутаты городского совета Алексей Басов и Виталий Тишечко, председатель райадминистрации Федор Майер. Но охрана упорно отказывается пускать кого-либо. Слушайте внимательно. Препятствия деятельности депутата являются уголовным преступлением. Или открывай по-хорошему. Ну сейчас я залезу. Давайте я перелезу тогда. Несколько звонков руководству, и охранник открыл вход на территорию завода. После этого стало понятно, что так упорно скрывали за этими воротами. Горы пластиковой тары из-под различных химикатов. Запах на заводе соответствующий. А это, уверены люди, аммиачные фильтры. Если вы сейчас принюхаете, вы услышите запах аммиака. Аммиак, который содержится в этих фильтрах, которые были использованы для очистки аммиака, сейчас находится здесь. Они выделяют аммиак, воздух, который действует на глаза человеческие, на легкие. И, короче, превращает человека в инвалидов. Это химические отходы первого класса опасности, третьего класса опасности. Очень опасные, вызывают заболевания раком, экземы, аллергические, очень тяжелые реакции. Работница котельной, расположенной на территории завода, рассказывает, подобные отходы сюда свозятся регулярно. Вот эта вся химия, вот эти фильтры, вот эти все отходы, канистры, это все завозится постоянно, выгружается вручную. И вот это все лежит. Вы видели эти пропавшие орехи? Вот это вот в пятницу или в четверг горело, тут же вообще нечем было дышать. И постоянно вот это они работают. Это они сейчас закрылись, их нету, потому что они знают, что эти проверки. А так они работают в три смены. Нам удалось связаться с руководителем общества с ограниченной ответственностью, которое ведет здесь данную деятельность. У него свое видение того, чем занимается его организация. Вот это вот как раз то место, где происходило пережигание тех опасных химических отходов. В четверг возгорание здесь было. Они, видимо, я так понимаю, пытались своими силами потушить и, наверное, бульдозером засыпали. Но, тем не менее, в субботу, когда я здесь был, вот эта вот глина еще тлела. Я вызывал пожарную охрану, они здесь заливали ее дополнительно водой. Согласно перечню видов деятельности данного общества с ограниченной ответственностью, оно занимается производством и торговлей различной продукцией. И, как указано в перечне, восстановлением отсортированных отходов. Однако в этот класс, согласно украинскому классификатору видов экономической деятельности, не входит обращение с опасными отходами. Предприятий, которые имеют лицензию на такую деятельность, в Запорожской области – 16. Фирмы, расположившиеся на территории 402-го завода, в государственном списке лицензиатов нет. Тем временем, расследованием этой ситуации уже занялись в военной прокуратуре. Если будет доказано, что деятельность данного общества с ограниченной ответственностью привела к загрязнению атмосферного воздуха, этому юридическому лицу будет грозить либо административная, либо уголовная ответственность, в зависимости от тяжести последствий. А пока расследование не завершено, можно сказать, что к списку предприятий, отравляющих жизнь запорожцев, добавилась еще одна контора.